Раки, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы смотрим период с 12 по 18 декабря 2022 года и в работе будем использовать карты души, а также колдовские литерман. Будем смотреть цепочку событий, которые вас ожидают. Посмотрим, к чему вам нужно подготовиться, на чем нужно сделать акцент, чтобы прожить этот период максимально благоприятно. Давайте смотреть. Итак, позитив, негатив, советок карт. Что у вас здесь? Туз мечей, тройка чаш, шестерка чаш. Неплохие карты, причем достаточно и довольно-таки интересные. Почему? Потому что для кого-то это расставить точки над «и» в прошлом, будь то друзья, соратники, коллеги, бывшие партнеры или партнерши, заняться вопросами оформления либо переоформления наследства, оформления дарственной, документов, связанных с вашими близкими, с вашими роднями, потому что здесь оказывать им помощь, содействие в решении этих юридических и каких-то формальных вопросов. Для кого-то это, в принципе, восстанавливать документы, которые уже морально устарели, либо, возможно, были утеряны, потому что карты предполагают через связи, через знакомства завершить эту ситуацию, это обстоятельство намного быстрее, нежели вы себе планировали. Если смотреть эту триаду карт с точки зрения личной жизни и посмотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас свободен, то, как мы видим, по рыцарю Пентакли ситуация останется без изменений, по той простой причине, что вы здесь тяготеете в прошлом, живете в прошлом, пока эту ситуацию отпустить не готовы и менять, чтобы в своей жизни не готовы, не намерены. Если вы в любовных треугольниках, аркан-звезда, это, говорю, цели и полагания, это надежда, это задача, это стремление развивать отношения так, как они были далее, то есть до этого, но, тем не менее, туз мечей, это обозначить цели, обозначить для себя какую-то ситуацию, кем вы приходитесь, партнер или партнерши, к чему идут ваши отношения, на что вы в этом союзе можете рассчитывать. Ну и для вас это не просто теплится надежда, это быть фаворитом или фавориткой, это обозначить свой статус, поэтому для вас это немаловажно. Если вы в стабильных отношениях, то по аркану повешены, здесь несколько менять устой и правила в ваших отношениях, почему? Потому что ваш партнер или партнерша могут быть слишком зависимы от мнения родственников, близких, друзей, знакомых, социального окружения. Так вот, по тузу мечей, это либо отсекать этих людей, либо расставить приоритеты, указать вашему партнеру, вашей второй половине, знаете как, не поддаваться чужому влиянию, чтобы это не портило ваши отношения, не уводило их минус. То есть это как расставить акценты. Если смотреть эти арканы с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы у нас не работаете и работать не можете, то по аркану дьявола это находиться в созависимой ситуации. То есть быть финансово зависимыми от родственников, от близких, от вашей семьи, от окружения. И у некоторых это вопросы долговых обязательств, кредитов каких-то, знаете, как долгов, которые нужно выплачивать. С точки зрения работы и заработка я не вижу здесь решения этой ситуации. Какой-то вот, знаете, как рывка вперед. Могут появляться, конечно, идеи по тузу мечей, но я не вижу, что вы их реализовали на практике. Потому что даже те гениальные идеи, которые вам приходят в голову, вы понимаете, что чтобы их реализовать в жизни, вам должны в этом вопросе помочь ваше окружение, ваши знакомые, ваши близкие люди. Для тех, кто у нас в статусе соискателя, то есть время и ресурсы, допустим, позволяют работу искать, это только обращаться к вашим знакомым за помощью, за подсказкой, за поддержкой, но трудоустройства здесь нет. Если вы у нас наемный сотрудник, то тройка жезлов здесь указывает на ситуацию новых проектов. Я не могу сказать, что это продвижение, это, скорее всего, ну, такое мини-шефство над другими людьми. Допустим, быть главным в каком-то проекте. То есть здесь может идти незначительная надбавка к заработной плате, какие-то бонусы или премии, но не более того. Еще, конечно, по этим арканам может идти предложение от бывших работодателей, от бывших, допустим, партнеров, если у вас вдруг был в прошлом свой бизнес, чтобы возобновить эту деятельность, поставить ее на новые рельсы. И вы будете взвешиваться за и против и думать, стоит вам в это впрягаться или нет. Если же у вас есть бизнес на текущем этапе, то по пятерке мечей может прийти осознание, что здесь нужно вливаться вообще в новое дело, потому что для многих это связка карт. Это может подать на процедуру банкротства, либо продать и закрыть текущий бизнес и вливаться вообще в новую деятельность. С точки зрения состояния здоровья, оно здесь стабильное, но для кого-то это решать вопросы с кровотоком, лимфотоком, вопросы наследственных заболеваний. И у многих, поскольку дно колоды у нас умеренность, это не только баланс жидкости в организме, но помимо всего прочего, это также вопросы иммунитета. У кого-то на повестке дня по тузу мечей могут стать вопросы плановых каких-то вакцинаций, которые у вас есть, допустим, или у ваших детей, то есть заниматься этими моментами. Что у вас в негативе? Десятка жезлов, влюбленные и, как мы видим, восьмерка чаш. У кого-то это как идет завершение тягостного процесса, знаете, как закрытие старых отношений, причем отношения как личные, так и деловые, дружеские, потому что по десятке жезлов вы уже не вывозите, а влюбленные и восьмерка чаш это делать осознанный выбор. То есть от чего-то отказываться в пользу лучшего, в пользу большего, в пользу более рационального. Это касаться, повторюсь, будет не только личных взаимоотношений, но и деловых. Например, с одной работы переходить на другую. Или закрывать один бизнес, открывать новый бизнес. Как бы это ни было тяжело, как бы ни было это эмоционально сложно, но, знаете, как текущая ситуация диктует свои условия, свои правила. Нужно под них подстраиваться. Если мы посмотрим рекомендацию на этот период, у вас здесь ложится шестерка жезлов. Это карта победы, это карта цели, достижения, триумфа. Самое главное это проявление активности. То есть нужно действовать, нужно достигать, нужно добиваться. Нужно прикладывать максимум усилий, потому что под лежачий камень вода не течет. Соответственно, ваша активность, ваши усердия будут вознаграждены. Удачное время для поездок, для переездов, для смены места жительства, для участия в соревнованиях, кастингах, конкурсах, потому что здесь можете не только проявить себя, но и получить свой триумф. Не обязательно эта победа как таковая, по принципу получения награды. Это может быть ситуация, когда вас заметили, когда на вас обратили внимание. У вас может быть выгодный контракт, деловое сотрудничество, ну и ряд иных моментов. Поэтому сама по себе карта указывает на плодотворный период. Еще шестерка жезлов. Если вы собирались, стремились приобрести какие-либо гаджеты, либо транспортное средство, сделайте это до начала ретро-меркурия. Постарайтесь уложиться до 18 декабря, потому что здесь вы будете довольны своей покупкой. Если смотреть неожиданность этой недели, этого периода, что у нас здесь, как мы видим, рыбы, дерево, дно колоды у нас, здесь падает карта женщины, очень много женских энергий. То есть это акцент в первую очередь на эмоциях, на вопросах зачатия деторождения, на вопросах репродуктивных функций, на вопросах здоровья женского организма. Если смотреть эту ситуацию для мужчины, то это в первую очередь, знаете, как эмоционально для себя разрешить ситуацию с какой-либо женщиной. Сейчас даже дотяну, о чем тут идет ситуация, о чем тут идет речь. Клевер, гора и якорь. Отношения, которые давние, отношения, которые глубокие, но в чем-то проблематичные. И как следствие для себя здесь принимать знаковые решения. По аркану сад это остаться друзьями, это может быть перевести общение на новый уровень, но тем не менее обрести какую-то легкость в отношении. Это знаете, как освободиться, выбирать свой путь, возможность выбора своей дороги. Еще если смотреть в общем таком значении, то карты здесь указывают опять же на решение вопросов, связанных с кровотоком, лимфотоком, наследственными заболеваниями. И если смотреть, это то, что влияет на хронику, потому что клевер, горы и якорь, это как правило склонность к тромбофлебиту, закупорке сосудов, это повышенный холестерин. Поэтому у кого есть таковые проблемы, обращайтесь пожалуйста к врачу для дополнительной диагностики и устранения этих проблем, этих причин. Вот такая выходит у вас неделька. Мы весь негатив для вас перекрываем позитивом, чтобы в вашей жизни была только радость, были достижения, была стабильность, был триумф. Причем триумф, который, знаете, вас преследует абсолютно всегда и везде. Легкости, воодушевление, вдохновение и пусть ваши мечты станут явью. Это искренне и от всей души. Но от вас по прошествии периода буду ждать обратной связи, как отыграется эта информация. Поэтому не забудьте чекнуть пару строк. Я же вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.